Здравствуйте, это программа «Геометрия и успеха», совместный проект телеканала «Арпитер» и портала геометрия.спб.ру. Вместе с вами главный редактор телеканала «Арпитер» Елена Лерна, также радиоведущая радиометру, а со мной в роли соведущей сегодня Алена Чикалева, чей бренд «РВ» означает путь к мечте. Я знаю, что мечты очень многих красавиц исполняются с помощью брендов Алены. И с помощью геометрии успеха. Конечно. Но вот сегодня у Алены, я так понимаю, еще одна мечта будет исполняться, Алену в роли соведущей нашего проекта, и он с нами очень интересный гость. Итак, Сергей Завершинский. Я так понимаю, что у вас ваша фамилия говорит о многом, потому что еще это такой тоже наследственный семейный бренд. Да, здравствуйте. Да, вы на самом деле правы. Агентство недвижимости Завершинский специально, наверное, было сделано под моей фамилией, чтобы мои репутационные риски были настолько высокие, чтобы наше дело было на 100% эффективным. Риски высокие или риски низкие? Как нам разобраться с таким несведущим в рисках? Какие риски, они должны быть, высокие или низкие? Они должны быть, наверное, адекватные для каждого свои риски. Они, по-своему, наверное, высокие, когда-то низкие. Наверное, всему по-разному, в разное время. Но главное, что вы берете на себя ответственность за то, что вы делаете и отвечаете своим именем за весь процесс. А еще вы муж, предприниматель, наставник и резидент бизнес-сообщества вместе. И еще инвестор. Я так понимаю, что очень много о чем здесь поговорите, и все разные вирании вашего бизнеса раскрыть. Да, да, все верно. Мне, знаете, что интересно? Я, как мать троих детей, интересуюсь вопросом, как получается так, что у вас это все происходит по наследству? Как родители вас воспитывали так, чтобы вы открыли впоследствии свое агентство и были верны своему делу? Смотрите, ну да, на самом деле, не могу сказать, что это прямо наследственная история, исходя из того, что там родители, они на самом-то деле и не связаны с недвижимостью. Мое дело, наверное, образовалось спустя жизнь. По ходу жизни я понял, что мне безумно интересен тот продукт, который несет очень высокую ценность для людей. И вот у нас есть такая даже ценность компании, что мы заселяем людей туда, где они взращивают своих детей, развиваются, качество их жизни улучшается, и для нас это очень высокая ценность. То есть, вау, класс. То есть, мы делаем так, что люди там, куда они заселились, они действительно получают очень большое удовольствие от этого места. И для нас вот это имеет высокую значимость, и вот мне всегда хотелось заниматься чем-то таким, и это как-то перешло все в целую недвижимость. То есть, получается, вы, по сути, ведете к родовому гнезду, вы даже создаете родовое гнездо тех, кто обращается к вам. То есть, не просто квартира, а уже то, что там как-то будет основой какой-то другого качества жизни. Да, безусловно. Вот еще у нас даже очень часто бывает такое, что приходят семьи, покупают там, родители, например, покупают квартиру для себя, после этого они рекомендуют там своим деткам, они покупают также у нас. Дальше эти квартиры, там они бывают даже на одном этаже, покупают две квартиры, объединяют, это становится таким общей семейной квартирой. Когда минимум уже такой же образуется. Да, да, да. Или, например, загородная недвижимость есть тоже, когда покупают такие дома с двумя входами с двух сторон для больших семей. Это очень-очень круто, на самом деле. То есть, любой семейный вопрос, это, как говорится, вот, пожалуйста, можно обращаться. Но я понимаю, что вам интересен разный бизнес в разных направлениях. То есть, не только недвижимость, не только, вот вы основатель агентства недвижимости Завершинский, а вот еще давайте про бизнес, наверное, сообщество вместе поговорим, тем более мы вместе вместе. Да, конечно. Да, ну, кстати, классная заметка вот по поводу сообщества. Я могу сказать, это не мой бизнес, а это я являюсь резидентом бизнеса общества, в рамках которого, где предприниматели абсолютно разного уровня, у них есть возможность, объединившись, достигать свои цели и двигаться к результатам более эффективно, совместно, сообща. Ну, я считаю, что это более эффективно. Со стороны компании у нас есть два направления, это вот как раз-таки квартиры для жизни в Питере, в Москве, в шести странах, кстати, мы также взаимодействуем. И у нас есть направление, это инвестиционное, то есть, соответственно, с нами работают инвесторы по всему миру. Вот буквально на днях прошла сделка, клиент купил квартиру в Питере с Южной Кореей, находясь там, то есть достаточно удаленно, легко. То есть, мы находимся в тренде, наш город, да? Да, 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 на самом деле, да, город Санкт-Петербург является таким очень трендово относительно рынка недвижимости, Москва, Питер, такие основополагающие города. У меня тоже есть свое сообщество, да, это РВ-салон, да, где мы с девушками встречаемся, обсуждаем различные темы. И с этой точки зрения, каким бы образом вы могли быть полезны для таких, как у меня, женщин, то есть это лет 35 плюс, да, наша аудитория, платежеспособные, активные женщины. Что здесь вы могли бы предложить? Мне было бы интересно вас пригласить в качестве эксперта. Слушайте, здорово, с большим удовольствием приду, во-первых, спасибо за приглашение. Здесь можно придать ценность абсолютно разную, я думаю, под запрос. Ну, я всегда люблю давать какую-то пользу и ценность, исходя из того, а какой запрос у людей. То есть, если, например, вы скажете, что у нас запрос разобраться в инвестиционном спектре недвижимости и грамотно сохранить свой капитал, при этом его приумножить, здорово, я приду и с большим удовольствием посвящу вас в эту тему. Заметано. Да, или, например, вы скажете, со стороны бизнес-процессов какие-то есть запросы, то мы с удовольствием также погрузимся в отдел продаж, что у нас достаточно очень сильно в бизнесе, либо какие-то еще истории мы с удовольствием расскажем и покажем, как у нас это работает, спроектируем на вас и ваших, так скажем, партнеров, коллег. Вы настолько активны, прости, Лена, что хочется спросить, когда вы все успеваете? У вас есть несколько наград еще. Мы работаем 24 на 7, да. Ну, на самом деле, благодаря, наверное, команде, своему окружению, своей любимой жене, семье, вы немножко затронули, да, то, что у вас есть детишки, у нас тоже есть детишки. Тем самым, вот сообща совместно, мы, наверное, распределив задачи, обязанности и все остальное, у нас, получается, делают там такие результаты. Ну и, конечно, моя команда, которой я безумно благодарен, которая находится в Питере, и не только, это большая ценность. А мне вот интересен сам педагогический подход, потому что одно дело понимать самому, а другое дело научить человека. И это бывает, ну, сложно, потому что здесь же иногда не всегда можно свой опыт передать. Как вот приходилось внутри, может быть, находить моменты, когда действительно получалось стать вот таким наставником настоящим? Да, вот на сегодняшний день, знаете, вот вообще даже на протяжении всей жизни было такое, что я активно занимался вообще продажами, изучал эту историю, много проходил всяких обучений и всем подобное. И так вышло, что раньше мне приходилось много где выступать или там внутри компаний, как спикер, обучать людей именно по продажам, то есть давать такие базовые знания. Но продажи своего рода не то, что именно продажи-продажи, а мне больше нравится, то есть это закрывать конечный и глубинный запрос клиента. Это, наверное, более как-то экологично, что ли, звучит, как в современном мире привыкли говорить. Вот, и вот на сегодняшний день у нас также внутри компании есть Академия Брокеров. Это Академия, которая создана мною, я являюсь там как бы ведущей в этой Академии и непосредственно наставник, как вы сказали, что позволяет молодых там ребят, будь они с опытом или без опыта в недвижимости, выйти на хорошие результаты и погрузиться в этот рынок недвижимости и двигаться вместе с нами в команде, делая классные результаты и давать людям, так скажем, ту ценность, которую мы заложили в компанию. Наверное, еще вопрос про команду спросится. Как подбирается команда? Потому что очень же важно, чтобы люди шли в одном направлении, смотрели в одну сторону. Ну и, конечно, наверное, без каких-то там сложностей не бывает. Как настолько вы командный игрок? Да, смотрите, здесь на самом деле такое, наверное, ключевое, я всегда привык общаться с людьми, подбирать команду, работать с инвесторами и с клиентами, исходя из своих ценностей. Но мои такие ключевые базовые, наверное, принципы жизни – это порядочность и честность. Для меня это безумно важно и ценно, и я придерживаюсь этому на постоянной основе. И вот, наверное, исходя из команды, первое ключевое, помимо компетенции, каких-то базовых знаний, там есть хард-скиллы, есть софт-скиллы. И вот, так скажем, если опираться на софт-скиллы и какие-то личностные качества, то мы смотрим, и я лично общаюсь с человеком и выбираю именно исходя вот из его уровня IQ и сообразительности, его вовлеченности и увлеченности в дело. Потому что же очень круто, когда человек увлечен. Это же вот прям ключевое. Если человек увлечен, ему безумно нравится его дело, то значит он на 99,9% добьется точно высоких результатов. Поэтому какие-то вот софт-скиллы, хард-скиллы, это какие-то его компетенции профессиональные, это все объединяем и уже на таком профессиональном подходе выходим в работу с ним совместно. Замечательно, да. Так интересно рассказывать, слушать, очень интересно. В пространстве. Ну и, наверное, может быть еще про то, что помогает настраиваться, отдыхать, потому что не всегда же можно 24 на 7 заниматься любимым делом. Хотя кажется, что всегда можно. Что помогает приключиться? Что помогает вот включить, может быть, мужа, отца, отца семейства? Вот любите выключаться полностью или все равно всегда дело подспудное где-то, вот висит где-то там на подкорочке вашего сознания? Да, слушайте, прям очень крутой вопрос. Я люблю всегда своим брокерам говорить о том, что помимо того, чтобы качественно работать, важно еще максимально круто и качественно отдыхать. И вот про отдых, если говорить, у меня есть правило, что я стараюсь там 3 раза в неделю минимум, после 6 выключаться с работы и с 6 до ночи, так скажем, проводить уже время непосредственно с семьей, с сыном, с женой и так далее. Для меня это очень важно. Не всегда это, скажу честно, получается, все-таки мы не роботы, чтобы у нас так было. 18.06, телефон еще включен. Да-да-да, но, безусловно, я стараюсь придерживаться вот какому-то такому определенному ритму, потому что мне это помогает наполняться, отдыхать и так далее. Плюс, конечно же, выходные дни – это 100% без работы, вот, это прям такая, прям твердое условие помимо 6 вечера. И, конечно же, выходные там дни или среди недели – это провождение в каких-то приятных там местах, кафе, рестораны, отдых, бани, какие-то спорт занятия, то есть какие-то покатушки, так скажем, да, на сноубордах или еще что-то. Ну и, то есть отдыхать телом и душой безумно важно перед таким активным и насыщенным рабочим днем. Прекрасно, вы настолько вовлекаете в свою деятельность, в свою речу. Мне тогда интересно, да, в связи с тем задавать вопрос такой, каким вы себя видите через 5 лет, исходя из вашей активности в жизни, что это будет за жизнь, каким вы себя внутри чувствуете? Мне, наверное, было бы интересно, в силу того, что на сегодняшний день, наверное, сложно в долгосрочной перспективе, прям как-то далеко посмотреть, но в целом такое какое-то внутреннее и мечтательное состояние говорит о том, что я бы хотел еще больше проводить времени со своими близкими людьми, с семьей. Безусловно, те рабочие вопросы, которые есть и будут, они приносят мне тоже большое удовольствие. Я не могу без них, я не могу долго отдыхать. Вот, поэтому я думаю, что там 50% времени сейчас меньше, а 50% времени это с семьей, 50% времени это в рабочих процессах. Почаще, возможно, путешествовать, чтобы еще больше разгружаться. Ну и, наверное, да, наверное, как-то так. Ну хорошо, а с точки зрения профессиональной деятельности, что это будет? С точки зрения профессиональной деятельности, нам точно хочется, во-первых, выйти в 100 брокеров компании, вот, то есть сейчас это примерно процентов там 20, да, из 100, то в 100 брокеров, профессионалов, которые меняют этот рынок вместе с нами. Далее, соответственно, это еще больше городов, сейчас у нас 6 стран, с которыми мы работаем, это Лондон, Дубай, Пхукет, Турция, Кипр и Баля. Это как раз недвижимость, где мы покупаем, продаем и так далее. Но нам хочется вырасти еще больше по странам. У нас есть запросы там и на Европу, и там на Майами. Ну, в общем, абсолютно разные, так скажем, направления. Хочется создать свой клуб инвесторов, то, что тоже очень ценно. Сейчас у нас 50% клиентов это инвесторы, которые сохраняют и приумножают там свой капитал. И для нас, наверное, было бы очень важно объединить, чтобы они ежемесячно или там еженедельно получали от нас какой-то фидбэк, обратную связь относительно рынка недвижимости, что сейчас есть, как эффективно сработать с нами и не только с нами вообще, в принципе. Вот, я думаю, такие три опорных точки. Да, ну, от меня еще последний вопрос. Мне очень интересно его задать, потому что я сейчас тоже нахожусь в таком поиске. Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость, исходя из того, какая сейчас ситуация? Если можно, коротко. Провокационный вопрос. Да, напоследок. Я знал, что что-то наподобие будет. Смотрите, стоит или не стоит, безусловно, каждый инвестор, он должен быть осознанно и подходить к этому вопросу очень трепетно. Я, наверное, могу сказать ключевые базисы, на которые стоит обратить внимание, чтобы понять, можно вкладывать или нельзя. Точно нельзя вкладывать в недвижимость или инвестировать куда-то последними деньгами. Это сто процентов так. Второе, это нужно работать, безусловно, с профессионалами и проверенными людьми, которые понимают, что делают, и то, что делают, говоря вам, как клиенту, они еще подкрепляют фактами. Не просто пойдем туда, будет вот это, а почему пойдем туда, почему будет вот это, почему через столько конкретные факты, цифры, и тогда это имеет определенную твердость. Ну и, безусловно, смотреть рынок, он достаточно меняется очень активно. Профессионалы в этом плане, наверное, подскажут. Ну так, самые развивающиеся, наверное, города, где можно рассмотреть точно варианты и разные стратегии инвестирования, это там Питер, Москва, я думаю, точно да. Вот, регионы тут поаккуратнее. Тут нужно всегда, опять же, зависит от стратегии, потому что у каждого своя конечная цель. У каждого цель срастется в нужном направлении, каждый вычистит свою геометрию успеха. Огромное спасибо. До новых встреч в вашем проекте тоже. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова